Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если что-то не делали. Мы сегодня в полном составе. Приехали в Лазаревское, чтобы вам показать, рассказать про этот поселочек. Огромное количество людей в России выбирает для отдыха именно этот поселок, Лазурный берег, там все дела. Поэтому наша задача сегодня здесь прогуляться, пройтись, посмотреть окрестности, посмотреть пляжи. Ну и, конечно, вам сделать выбор, стоит ли здесь отдыхать в 2021 году. Не буду затягивать, ставьте лайк перед началом просмотра и погнали! Итак, нашу прогулку мы с вами начнем с аквапарка, значит, Наутилус. Он называется. Многие спрашивали у нас в комментариях, а как работают аквапарки. Вот, ребята, в Краснодарском крае они вообще никак не работают. Вот где мы были в аквапарках, сауны всякие, бассейны, все работает, а вот горки нет. И, собственно, этот аквапарк, который находится в Лазаревском, он не исключение. Его многие хвалят, но, к сожалению, он не работает, ребята. Вот все закрыто, видите, на амбарные замки. И когда откроют, неизвестно. Напротив этого аквапарка есть вот такая ярмарка, сочинские ярмарки, называется, где можно купить одежду, всякие купальнички, очки, мед, много всего. Ну и, конечно, полно-полно гостевых номеров, домов, туристических палаток. Как ориентир, это улица Победы 2, дробь 1. Вот, здесь можно тапки купить, всякие от загара крема, футболочки. Вон, шлепанцы, чтобы по гальке ходить комфортно. Ну и, конечно, пообедать в ресторанах. Вот такая улочка, ну и, конечно, прекраснейший вид на горы. У нас, конечно, непогода, ветрено, пасмурно, прохладно. Мы даже вон штаны нацепили. Ну, конечно, кроме меня. Что есть? Капашка такая, вот возле аквапарка. Шашлык 100, куриный 80. Мы продолжаем наш путь. Столовок очень много, где перекусить, вариантов очень много. Также тут находится и Макдональдс, и вот на такой вот площадке есть Кифи-Хи. Железная дорога, за железной дорогой есть еще туристическая улочка, куда мы с вами сейчас и отправимся. И также на пляже. Тут есть очень красивый сквер. Ну, судя по отзывам, парк, точнее, даже так можно правильно его назвать. Мы тоже там сейчас прогуляемся, посмотрим, что там за самое огромное, высокое колесо обозрения. Да, мы перешли на дорогу здесь. Кифи-Си-Авто, да, кого интересует, можно здесь покушать. Беспроигрышный вариант МТС, кому нужны сим-карты. И дальше вот под такой вот арочкой, под железнодорожными путями. Аккуратненько проходим, аккуратно, Родион, под этим иди, камушком. Проходим, значит, на туристическую улочку с частным сектором. Здесь так пусто. Вот, кстати, название улицы. Адаевского, дом 15. Здесь много парковочных мест. Но так пусто, так тихо, спокойно, что здесь как будто даже и не ждут сезона. Как будто сюда люди не должны ехать. Даже, судя по палаткам, да, вот они все закрыты ролетами. Хотя, наверное, в июне будут работать. Что это, машмула растет? Какая-то она вся потрепанная, да? Здесь должно быть мороженое, по идее. Но пока, как вы видите, все закрыто. Ну и здорово, есть возможность прогуляться. В таком спокойствии прям вообще здорово. Гостевой дом. Да, здесь все так близко-близко друг с другом. Видите, что, конечно, люди, которые вот здесь, например, снимают. Вид из окон будет на железнодорожные пути. Соответственно, вот этот чикпык-чикпык за окном обеспечен. Но это новая какая-то постройка. Все в аренду не сдано. Только вот одежда пока открылась. И все. Вот такая, ребятки, здесь улочка-проулочка. Здесь сейчас прошли палатку. Куриный шашлык по 70. Свинина 100. Баранина 180. Ну, ценники тут вообще. Слушайте, прикольно. Вот скоро, видите, тоже здесь все откроется. Будет все функционировать обязательно. Так, а мы с вами подходим как раз уже к этому парку, в котором мы тоже, конечно, очень хотим погулять и вам показать. Здесь указатели. Улица Павлова вперед, набережная 440 метров. Вот сюда, пойдемте, Настя. Вот этот парк. Вот тут такая еще центральная как бы улочка. Пойдемте. И вот он начинается, ребята, парк. Видите, смотрите, вход без масок запрещен. Ну, конечно, здесь все ходят. Таблицы везде, везде в масках нигде. Ну, да-да-да-да. В редких столовах, да, где-то одевают маски. Так, открытый тир. Высаженная аллейка из... Что это, розы, наверное? Парк. Очень славится этот парк, в общем. Как минимум, колесом обозрения. Сейчас посмотрим схемку, вот поближе. Подойдем, я уже вижу даже табличку туалета. Так, установлен памятник. Так, в честь 50-летия Победы. Вот. И вот она схема всего парка. Давайте сразу глянем. Так, табличка туалет, значит, где-то там находится. Мы находимся с вами вот тут. И будем сейчас дальше двигаться здесь. Есть. Что у нас тут? Ну, вот колесо обозрения, как я говорил. Детский городок, аттракционы. Пингвинарий даже есть. О, смотри, пингвинарий есть, Настя. Крокодиловая ферма. Пингвинарий. Так. Аттракционы. Вот бассейн, бассейн с гидроциклами. Ну, все, пойдемте. Но, если вы приедете сюда, не знаю, сегодня, то тут все закрыто, видите? Вот палатка закрыта, виртуальная реальность закрыта. Ну, классическая открыта тир. Мне кажется, тир и зимой вообще везде функционирует. А тут пока все пока закрыто, все аттракционы для детишек. Ну, возможно, будет работать там в середине июня, когда они подготовятся. Давайте вот сюда пройдем, посмотрим, какие аттракционы тут есть. Бассейн, бассейн. А, ну, понятно, здесь вот такие вот для детишек есть аттракциончики для самых маленьких. А вот, кстати, туалет, про который я ему показывал табличка, висит. Ну, да, здесь, в общем, так тихо, спокойно. Видите, тут тоже все закрыто. Настя, сколько они стоят эти лебеди? 300 рублей 5 минут. Ой, 10 минут или 5, 10, по-моему. 300 рублей? Ну, может, двоих лететь, если двое, как бы, получается. Ну, в принципе, ничего. Ну, и то, конечно. Так. Так, ну, тут тоже, можно заметить, пока все закрыто. Но я думаю, что, да, с июня все начнет точно работать. Красивые клумбочки, по крайней мере, вот все высадили, подготовили. Ну, и да, конечно, вот эти квадратцы, эти, господи, детские электромобили, они всегда функционируют. А вот бассейн с детскими гидроциклами. О, вот это прикольный аттракцион. В общем, вот на этом аттракционе, я думаю, что точно стоит покатать детей. Удеваются такие жилеты. О, Родиону любимый. Родик, стой. О, давай, крути. Крути, Родион. Потихоньку, не врезайся. Рули это аккуратно, Родион, аккуратно. Смотри, куда едешь только, не врезайся. Тем, ты ему там это, догоняй его, подсказывай, ладно? Эй, мужик, газуй, газуй. О, крутяк. Смотри, не врезайся. Аккуратненько. Давай, 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 полицейский. Слушайте, просто шикарная штуковина. Я не знаю, я вообще первый раз такую вижу. А тут же такая движуха повеселее для взрослых. Аллея. Тут есть аллея в честь памяти, я понимаю, в честь памяти аварии в Чернобыле. Так, ну вот оно, кстати, колесо обозрения. Динопарк даже есть. Слушайте, ну такой большой, дельный парк. Вот, по крайней мере, с детьми помладше здесь прям будет хорошо. Вот, то есть, свободное падение, оно невысокое. Прям рассчитанное для детишек. Вот эти классные качели с детства. И вообще помню, как их закручиваются. И погнали по кругу. Классная штука. И парк динозавров, да. Самолеты. И здесь вот эти вот машинки. Вот вообще, вот сколько сейчас здесь ходим. Лазаревская, конечно, оставляет приятные впечатления. Особенно, ну, знаете как, если вот вы снимете, например, жилье еще классное, то вот даже парк для детей, вот он такой, как парк, такой заточен именно для детей, правильно? Да, вот. Вот 4-5, чтобы было. Мне кажется, даже потолковее, чем Ривьера это даже, да? Да, 100%, конечно. Да, сейчас, в общем, дальше пройдем, посмотрим, что есть еще там. Здесь вот есть какой-то Савариум. Прикольно. Да, колесо обозрения достаточно большое. Значит, тут есть экзотариум, океанариум. О, смотрите, какая-то движ интересная. Галактика, сад бабочек, вон чувак какой-то сидит. Лазаревская. Да, еще бы покрасили, было бы вообще просто великолепно. А еще интересно, у них, смотрите, есть разные кабинки, есть такие круглые закрытые, а есть сидячие открытые. Прикольно, прикольно. Пингвинариум вот так вот выглядит. Ради, ждай руку. Опять электро. Давай ручку. Вот, есть кинотеатр какой-то 10D вон там. Вот, дельфинарий, но такой малюсенький 3D-аттракционы. И выход на набережную. Вот прыгалки, но такие они интересные, потому что у прыгалок есть крыши, значит, сильно не подпрыгнуть. Но, говорю, они рассчитаны на маленьких детей, где вам не скажут, что у того роста не хватает, этому по паспорту нет еще лет. Вот. Так, давайте на колесе обозрений. Я вам покажу цену, сколько это стоит. Вот, даже инопланетянная лаборатория есть, аттракцион лабиринт страха, пираты Карибского моря. Ну, тут еще закрыто, видите? Так. Плавание с дельфинами. Но лучше всего, конечно, поплавать, ребята, с дельфинами. Взять сап-доску, выйти в море, и вы обязательно увидите дельфина. Открытая кабинка 500 рублей. Одно место, закрытая кабинка 500 рублей. 500 рублей, Артем. 500? Да. Покатанки? А вот этот аттракцион вообще классный. Садишься на качельки, и получается, она поднимается еще так вверх, и тебя там раскручивает. Ну, прикольно. Слушайте, в общем, если вы придете в этот парк, вы найдете как для себя аттракцион, так и для детей. Классные. В общем, этот парк точно наша рекомендация, 100%. И сразу с парка, ребята, мы попадаем с вами на набережную в Лазаревском. Да, вот Настяка правильно подмечает, все очень удобно. Вот у вас парк с аттракционами, там же сразу недалеко город, и вот она пошла набережная. Здесь какой-то пляж, пока не пойму, как он называется. Давайте подойдем к морю, посмотрим. Сегодня море бушует прилично. Есть катамараны, уже выставили. Зонтики для людей. Но, конечно, купаться сегодня никто не будет, ни в коем случае. Море штормит, причем оно такое, посмотрите. Несколько цветов здесь темное, там посветлее. Все цвета радуги, можно сказать, да, смотрите прям. Я надеюсь, камера сейчас вам передаст цвет моря. Ух, какая волна идет. Да, не повезло немножко, конечно, нам с погодкой. Вот, вывесили красный флаг, потому что купание запрещено. Но, в целом, ребятки, вот так это все выглядит. Ну, по крайней мере, смотрите, на пляжах уже есть настилы. Это хорошо. В общем, здесь пляжи 100% функционируют, потому что даже вне погоды сидят ребята спасатели, блюдят, чтобы отчаянные не заходили в море. Это называется пляж, пляж Лазурный, это, Настенька, называется. Да, лежаки пока все составили, набережная есть, туалеты. Так, давайте вот здесь пойдем, пройдемся по набережной, потому что на пляже, как говорится, все одно да потому. Можно поплавать здесь? В этой части, да, я уже видел. Ну, лучше сделать это, Настя, в открытом море на сапах. Я уже тоже сказал про это. Так, вот Лазурный пляж. Здесь, значит, кафешечки. Во, кстати, смотрите, я вам покажу вот тут по ценам. Вот, вы сориентируйтесь. Свинина 140, шейка 160, баранина 450. Дальше говядина 450, перепелка 250, люля-кебаб 250. Что там, семга, вот, например, 330, креветки 550, овощи за 100 грамм 90. Картофель за 100 грамм 60. Вот, видите, дальше начинаются всякие блюда, вот, типа, салаты 90, 50, 95. Да, вот так вот можно здесь посидеть, с видом на море. Есть даже, получается, отсеки такие в кафе, где включают огонь. И тут будет, естественно, тепло. Вообще, очень сильно напоминает Анапу. Такой Анапу в миниатюре, если это так можно сказать. Да, кто был и в Лазаревском, и в Анапе, можете в комментариях тоже написать, прав ли я. Даже архитектурно напоминает немножко Вититова. Так, Артем, пошлите. Так, мы попадаем здесь на такую еще одну улочку. Вот, а здесь, кстати, есть вот эти приложения. Урендбайк. Вот, кого интересует, что здесь вот можно взять на прокат и погонять на самокатах. Но здесь маленький выбор приложений. Дальше стоит логотип Сочи, Лазаревский район. Это стоит вообще, кстати, везде на набережной. Везде это есть информация, такая фото, фото зона. И здесь можно пройтись на пирс. Также заказать морскую прогулку и выбрать себе яхту, на которой вы отправитесь. Значит, вот, открыто. По ценам здесь не указано, не написано. Поэтому я вам не подскажу. Смотрите в интернете. И вот так вот можно немножко пройтись. О, смотрите, там даже яхты, катера в море. Смотрите, как их качает волной. Шторм, конечно, не сильный, но тем не менее. Гляньте, какая красотища. Другие пляжи пошли. И здесь вот есть техническая зона. Вот тут спускают на воду технику. И вот тут вот начинаются покатушки. И с пирса, с этого моста, вот другая сторона. Полетать сегодня на дроне не получится. Так как сами видите, что творится с погодой, сильный ветер. Самое, что сразу ребята бросаются в глаза, бесплатный туалет, вот. Прямо сразу с ходу. Хлопс там платный, тут бесплатный. Прикольно. Ну и понятно, вот эти всякие туристические. Пляжный дом называется. Пицца, шашлык. Ну вкусненько пока. Заходите, присоединяйтесь. Нет, спасибо. Так. Вот. 0,5-100 рублей пиво. Лазаревский пляж. Вот это как раз и есть городской пляж с городской набережной. Да. Нам здесь зашло. Вот прям зашло 100%. Вот если вы с детками, welcome в Лазаревское. Классно. Ну посмотрим, что будет дальше. Может быть, что-то дальше нам испортит наше мнение. Родион, тебе здесь нравится? Да? А что так грустно? Вот кафешка сразу на набережной. Шашлык 150, из курицы 120, парель 220 на углях, пиво 80-80-80. В смысле подороже? Шашлык 100 рублей здесь. 100 грамм? Да. А там было по 140. Ты сходи в Сочи в Умерительную. У тебя сколько там? Рублей 300 тебе надо дать? Нет, там там по 140, по 140, по 160. Верни, Шелли по 140. Я тебе про набережную говорю. Ты чего, Настя? В Сочи нет таких цен на набережной. Но здесь тоже побольше чем-то. Здесь вот побелили все. Видно свежая краска. Переодевалки, душ. Все вот, ну по крайней мере, это тоже все точно новенькое. Прямо стоит, подготовились к сезону. Видите? Спасатели даже ходят. Я просто по Адлеру знаю, что вот вне погоды, прям когда вот так штормит, они просто оттуда вообще срулили. Продолжаем с вами прокуливаться по набережной. Достаточно она, кстати, длинная. Длинный пляж, длинная набережная. Единственное, что мне кажется, что пляжи узковатые. Может быть их, конечно, так рельеф немножко сбился из-за волны сильной сегодня. Но в целом, да в целом вообще норм, на самом деле. Учитывая, что здесь такие ценники нормальные, то можно отдыхать. Это все продолжается. Значит, Лазаревская, кофе, еще такое одно открытое. Еще даже лазурный. Еще даже, видите, что-то закрытое. Вон, пиво вообще по 50 рублей здесь. Чашлычная номер один. Вот, 160 рублей из баранины, 300. Ну да, я не знаю, цены норм. Вот кофе, например, 100 рублей, горячий шоколад 100, какао 100, арбузы и смузи 150, кислородный коктейль 70. Частичка еще всяких палаточек еще пока закрыто. Да, кафешки классные. Настенька правильно говорит, посмотри, Слава как чистенько. Да, да, да. Смотрите, ну действительно, вот прям идешь. Учитывая, что даже дует ветер, какой сильный, ничего не раздуто. Мусора вообще нигде нет. Нет запаха в туалетах, где-то местах. Ничего не разду. Да, классно, что есть бесплатный туалет. Классно, что есть платный туалет. Выбирайте, какой хотите. Ну, заработает однозначно, иначе вы убрали. Ну да. Вот, смотрите, какая здесь есть чалаут-зона. Вот так вот синим все выкрасили. Молодцы, здорово. Вот так вот сидите, отдыхаете. Тут морюшко у вас, кораблики плавают. Здесь тут же взяли, пошли. Вон, шубу себе можно даже купить. Зачем она только летом нужна? А, кстати, есть и зрители нашего канала, те, кто действительно приезжает на море и покупает себе шубу. А в этой кафешке, кстати, вообще цен не указаны. Пока что. Караоке можно вот так вот попить. Вот заходишь в кабинку и поешь караоке. Вот так вот. Знали, что есть такой аттракцион? Вот. Две песни 200 рублей, четыре песни 300. Ха-ха-ха. Прикольно. Просто, чтобы вам никто не мешал, и вы никому не мешали. Просто так закрылись и поете. Настя, не хочешь попеть в караоке? Нет, спасибо. Вы знаете, мне кажется, что еще, наверное, 50% палаток еще закрыто. Здесь в сезон, там, в июне, в июле, наверное, такая движуха кайфовая. Но мне отношение администрации Лазаревского очень нравится. Как они все выкрасили, как они аккуратно положили на стильчики, как они поставили мусорки раздельные, как здесь чисто. Ребята, я вообще удивлен. Вот мы много где были в Сочи, проехали все в Сочи, опылесосили и даже написали свой авторский гайд. Вот кто хочет, можете приобрести, пропутешествовать по большому Сочи. С удовольствием. Я скажу так, что Лазаревское это вот прямо одно из лучших мест, где можно действительно обалденно провести свой отпуск, особенно если вы с детками. Вот, смотрите, вот такой здесь вход. Ну, единственное, вот это, да, не покрасили. Может быть, здесь покрасят, здесь какой-то сток идет, но до моря не доходит. Сквер теневой, где сосны какие-то. Видите, такая туристическая туда. Проход пошел, и дальше продолжается набережная. А дальше, ребята, начинается пляж Гренада. По-моему, он так называется. Вам покажу. Здесь вот такая вот теневая зона. Видите, у нас идет дождик. Ну, здесь уже вообще поспокойнее, в том плане, что, видите, вообще все закрыто. Вот тут прям все, случился апокалипсер. Там потому что прям центр, центр. Так, где тут вход, получается, пляж? Пляж, вот он. Коктейль-бар, наверное, скоро все откроется. Вот такой вот сюда спуск. Вот пляж Пансионада Гренада. Вот так это называется. Но тут вот, как вы сами видите, здесь все пусто. И дальше набережная, наверное, тоже, ребятки, пустая. В общем, ребята, на набережной, знаете, 20-25 из туалета, который там бесплатный, да, он пока не работает. А в парке вот тут вот, вот, он бесплатный. Находится возле комнаты страха. Мы сейчас еще попробуем детей где-нибудь покатать, и с вами пройдемся в ту сторону набережной, посмотрим, какие там дела. Все, пацанов вон закинули. На басуты. Ну да, вот, кстати, плюс этой штуки, вот, что она. Что, клево? Ну что, Тема, понравилось? Очень клево, у меня, для меня комната страха. Тебе понравилось, Лиза? Да. Все, теперь мы вместе с вами пройдемся в ту сторону набережной, посмотрим, как там. Пойдемте. То есть мы с вами ходили вон туда, а теперь мы идем вот в эту сторону. Видите, как лежаки все собрали пока, ну, шторми, да, сильно море. Кстати, а в Лазаревском еще можно очень часто увидеть смерч. Они в море прям крутятся. Еще одно караоке. Это что такое, поженимся. Здесь есть такая табличка, тут красное, распитие спиртных напитков на пляже запрещено. Я здесь видел уже таблички, что курить нельзя, а вот тут еще и про спиртовые напитки указано. Это очень-очень похвально. Похвально, значит, не будет собираться пьянь на пляжах и, соответственно, отдых тех, кто не пьет, он будет не испорчен. Главное, чтобы администрация пляжа за этим, конечно, следила. Ну и все, здесь получается вот такой вот скверик, да? Вечная слава защищавшим Черноморское побережье Кавказом. Памятник стоит. И вот такой вот, ребята, тут небольшой пляжик. Ребята, там ты поставили, я сейчас все уходит. Мы сейчас зашли перекусить в этот столовой, там, где машину припарковали. И вот по ценам, смотрите, вообще адекватные. Ценники, свеженько. Слазно, они даны. Ну скажи, пожалуйста, что ж три нам надо? И цены на супы. В общем, мы купили три супа с фрикательками, и я себе взял тоже много хлеба, булку с клубникой, две сосиски в тесте. Настенька горшок купила себе с чем там? Ну там жаркое. Вот так вот. Чаек, и все это на 470, да? 480. Вот, 480. Ну, очень даже доступно. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам Лазаревская? Лично нам... Да, очень понравилось. Очень. Мы бы сюда приехали с детьми отдыхать. Прям бы вот поотдыхать и в парк, и в море классно. Ну вот, не знаем, как в этом году у нас не получится, наверное, сюда вернуться. Короче, у кого есть возможность приехать в Лазаревская, хотя бы на денечек сюда заехать, обязательно приезжайте. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok